Здравствуйте! Вы смотрите Аналитику на канале Витража и Вери в Красках. Свято-Николаевский костел в центре Киева торжественно передали Рима католической церкви. Тот самый, о котором мы говорили в рамках аналитики. История костела, в здании которого был дом органной камерной музыки, по сути сгоревший в результате масштабного пожара. Потом я даже заезжал в костел по просьбе представителей общины, которые не были согласны с моей аналитикой, они могли рассказать мне о своей общиной жизни. И вот теперь здание костела всецело принадлежит Рима католической церкви. Посол Украины в Ватикане Андрей Юраш назвал это торжеством справедливости. Причем заметьте, что в обществе не прозвучало ни единого вопроса, а куда же пошли те миллионы, которые собирали на восстановление уникального органа из дома органной камерной музыки. И, кстати, именно он во многом тогда мешал богослужебной практике, потому что закрывал алтарь. В принципе, где теперь будет располагаться дом органной камерной музыки, тоже не ясно. Интересно еще посмотреть на тех, кто пришел разделить радость с Рима католиками по поводу получения имени здания костела. Как пишет карманная СМИ Униатов Ресу, был там священник от ПЦУ и представителю ГКЦ, а самого главы Униатов на торжественном мероприятии не было. Хотя, если мнение изменяет память, в этот день он находился в Киеве. А представители ПЦУ успевают везде, и тут мы видим достаточно странный визит. Главное, что после этого визита очередной сенот ПЦУ не придумал создать свой костел Святого Николая на Большой Васильковской и не потребовал себе пару помещений в достаточно большом здании. Но мы отвлеклись. Давайте обратим внимание на несколько деталей. Незадолго до передачи костела католической общине его посетил, говоря простым языком, министр иностранных дел Ватикана, архиепископ Пол Ричард Галлахер. О его визите в Киев мы подробно говорили. Рекомендую подписаться на канал, если вы это еще не сделали, чтобы не пропускать важных обсуждений происходящего. Он не просто заглянул в костел, но и принял участие в установке статуй Святого Архангела Михаила, которую глава Ватикана осветил специально для этого костела. И как отмечают униатские обозреватели, это был второй визит высокопоставленного представителя Ватикана за последнее время. 14 апреля 2022 года тут также побывал кардинал Конрад Краевский. Что интересно, еще до момента передачи костела в РКЦ говорили, цитирую, что это внимание к Киевскому храму со стороны наивысшей власти церкви проявляет ее заботу про прихожан католиков Украины, а также надежду, что власть Украины в конце концов исполнит свое обещание, уже скоро вернет храм религиозной общине. Само собой, на торжественном мероприятии, посвященном передаче костела, выступил и министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, который, по словам СМИ, заверил присутствующих, что отныне в этом здании будет звучать молитва к Богу. И я так понял, что передача прошла, а вот документы еще не готовы. То есть так сильно торопились передать, что бежали быстрее юридических процедур. По крайней мере, именно так я понял следующие слова, опубликованные на том же рису. Основанием возвращения храма верующим явился ряд решений властных институций, закрепленных меморандумом, заключенным между властью и приходом. Религиозная община, в свою очередь, приняла на себя обязательства по восстановлению, реставрации и сохранению поврежденной святыни как памятника культуры в соответствии с лучшими международными и отечественными стандартами. А Министерство культуры и информационной политики во исполнение взятых обязательств в ближайшее время должно завершить подготовку соответствующих документов. На фоне этого интересно прочитать еще одну новость, которая напрямую касается деятельности католической церкви и ее взаимоотношений с властными структурами. Апостольский нунцы в Украине Висвальдас Кульбокас получил из рук президента Владимира Зеленского государственную награду. Это произошло во время выступления Владимира Зеленского в Софийском соборе перед иностранными послами. Как пишет один из новостных сайтов, господам послам Цехокскому, это посол Польши в Украине и Кульбокасу, президент вручил государственные награды за то, что они остались с Украиной. Зеленский подчеркнул, что многим государствам следует изменить свое отношение к Украине, воспринимать ее как своего партнера и союзника, а не проблемного и дальнего родственника, как великую державу, а не большую территорию. Что интересно, Висвальдас Кульбокас возглавляет опекунский совет Николаевского костела, который был создан еще до передачи его католической общине. Вообще удивительно видеть, что в рамках этого опекунского совета можно увидеть активных безбожников, которые всячески борются против канонической церкви. Например, Виктора Еленского, как раз известного своими многочисленными выпадами против украинской православной церкви. В частности, он был автором скандального законопроекта срок 1.28, который должен был регулировать переход религиозных общин в другую конфессию. Вы понимаете, что его хитро стали использовать для захватов храмов, когда решение принимала территориальная община, и этим подменялось настоящее желание прихода. И да, эта схема используется до сих пор. Этот человек в составе опекунского совета, и вот что он там делает, вопрос открытый. Пора подвести небольшой итог. Похоже, что если Порошенко и компания все строили вокруг фонара, то сейчас власть поворачивается в сторону Ватикана. Об этом говорит не только большая активность разных посланцев из Ватикана, но и более интенсивное общение с Папой Римским и его окружением. Причем главу Ватикана видят и как помощника в переговорах о мире, так и в роли того, кто должен объединить украинцев. Безусловно, униаты тоже повышают свою активность. Шевчук все больше говорит об особой миссии украинской церкви, возможно, подразумевая уже новую структуру в рамках новой унии. По крайней мере, все знаки того, что идет активное движение в этом направлении, мы можем видеть. Остерегайтесь сомнительных собраний, непроверенных новостей, читайте классику и смотрите канал витражи о мире в красках.